В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин, и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня. В выпускной в Радике для Павла Молкова провели масштабную экскурсию. Косметический распил. Своих ветвей в ближайшее время лишатся около 400 городских деревьев. Повышают планку. Федералы отсекли от оружия агрессивных тинейджеров. Сегодня в одном из старейших и уважаемых вузов Рязани, Радиотехническом университете, очередной выпуск. Впрочем, помимо собственно праздничных мероприятий, для высокого во всех смыслах гостя, временно исполняющий обязанности губернатора Павла Молкова, провели масштабную экскурсию с выставкой уникальной собственной аппаратуры. Валерий Седов продолжит. Сегодня в аудитории Радиотехнического университета совсем непривычный гость Павел Молков, временно исполняющий обязанности губернатора. Экскурсию по вузу ему устроил лично ректор Михаил Чиркин. Вначале был музей, где руководитель региона познакомили с историей РГРТУ. После – кафедры. Но просто ходить по кабинетам скучно, решили гиды. Поэтому в каждом Павлу Молкову не только рассказывали о разработках университета, но и показывали их. А похвастаться им было чем. Это проект по созданию наземного комплекса приема аэрокосмической информации. Мы это разработали полностью Радиотехнического университета. Заказчиком Горта Айфун. Мы полностью здесь, в этой лаборатории. Павел Молков признался, что в стенах вуза чувствует себя как дома. Сам закончил физико-математическую школу и технический институт. Поэтому здесь все привычно. Разработки, конечно, Павла Молкова приятно удивили. Не только своей новизной, но и разнообразием. От космических ракет до трехмерного лазерного сканера. Вот он на капоте автомобиля. 32 вращающихся лазера для геодезии, мониторинга и оцифровки. Ознакомительный визит завершился в бизнес-инкубаторе. Вообще хочу сказать, что Рязани повезло. Здесь очень хорошая научная школа, высшая школа. Все вузы, которые должны быть, все есть, представлены. И готовы ответить на вопросы, предложения, если какие-то есть, услышите по-моему. И все, что надо отставить на площадке федерального оборонауки, всегда готовы тоже получаться. Экскурсия была расписана по времени, поэтому вопросов успели задать не очень много. Однако все они были предметные. От любимых студенческих дисциплин Павла Молкова до потребности страны в технических кадрах и перестройки вузов в связи с этим. Мне бы хотелось, чтобы ученики уже со школы понимали свой какой-то дальнейший творческий путь. Куда они идут учиться, куда они потом могут пойти работать, что им там предложат, уровень заработной платы и прочее. На мой взгляд, это правильно. С другой стороны, понятно, что нужно обеспечить определенную гибкость со стороны вузов. Потому что очень быстро меняется потребность со стороны работодателей. Мы видим взрывной рост на некоторые специальности, рост потребностей них. Но вузы иногда перестраиваются недостаточно динамично. Поэтому, Николай Ильич, нам здесь надо тоже более тесную связь выстраивать со всем вузам с работодателями и оперативно перестраивать набор специальностей. Здесь еще раз я прекрасно понимаю, что есть определенный вертикальный. Свои стороны готовы сюда подключаться. Клубы студенческого актива, студотряды и даже стрейкболисты. Им кажется, в этот день Павел Малков обошел весь актив вуза. Выводы сделал на месте. Мы знакомились с территории университета с разработками. Договорились уже о некоторых конкретных внедрениях и использовании того, что здесь разрабатывается. На самом деле, очень здорово, что у нас есть такие места, где наука растет, развивается и потом уже внедряются у нас какие-то непосредственно проекты в жизни. Задача ближайшего времени, по словам Павла Малкова, понять потребности учебных заведений области. От этого и выстраивать образовательную политику. И создать стимулы, чтобы перспективные выпускники оставались в развитой Рязани. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. На снос 400 аварийных деревьев в Рязани городские власти потратят еще 2 миллиона рублей. На эти средства увеличат количество бригад и привлекут новых подрядчиков. На каких улицах будет эта санитарная очистка? В нашем следующем материале. Опиловка и снос аварийных деревьев – одна из первоочередных задач для Рязанской дирекции благоустройств. По словам Елены Сорокиной, если не заниматься санитарной очисткой и не убирать аварийные деревья и ветки, то последствий не избежать. Например, масштабное отключение света после урагана или шквалистого ливня из-за упавших веток. Те действия, которые мы предпринимали до этого, недостаточны. Пересматриваем ряд решений. Первое. На удаление аварийных деревьев, а также на жесткую обрезку там, где это целесообразно, выделяем из резервного фонда 2 миллиона рублей дополнительно. Второе. Создаем дополнительные бригады в дирекции благоустройства города, которые будут решать только эту задачу. По некоторым местам городские власти еще проводят конкурсные процедуры на выполнение работ. Дополнительные опиловки ждут 100 аварийных деревьев на улицах Черновицкая, Комбайновая, Ломоносова, Новоселов, Гоголя, Гагарина, Островского, Политаева, Станкозаводская, Октябрьской, Строителей, Ленинского комсомола. Здесь уже потребуются дополнительные средства. Косметические срезы сделают четырем сотням деревьев. Актировать аварийные деревья мы, коллеги, должны быстрее. Актирование предшествует срубу. Да, это многоаспектный процесс признания дерева аварийным. По ряду параметров мы проверяем абсолютно каждое дерево, прежде чем члены комиссии подписывают акт о его сносе. Также глава администрации подчеркнула, что работа в части опиловки деревьев в районе линий электропередач будет пересмотрена на МУП «Эргресс». А осенью к посадкам зелени подключат экологов. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Рязани продолжается реализация проектов местных инициатив. Мэр города Елена Сорокина побывала сразу на двух объектах. В парке Героев Отечественной войны 1812 года и на улице Галенчинской. В парке благоустройство идет полным ходом. Благоустройство парка Героев Отечественной войны 1812 года в самом разгаре. Здесь уже провели санитарную прочистку и идет подготовка под асфальтирование дорожек. Об этом пишет на своей страничке в соцсети Елена Сорокина и тоже дает распоряжение оффлайн. Цитата. «Чтобы получилась комплексно благоустроенная зона, нужно продумать ремонт дороги по улице Старая Дубрава, управлению благоустройством в следующем году разработать проект. Рядом заросшая территория, огороженная забором. Управлению земельных ресурсов выяснить назначение этого участка». А это уже улица Галенчинская. Здесь облагораживает культурно-оздоровительный комплекс «Обелиск». В этом году по проекту местных инициатив уже заасфальтировано основание под игровую спортивную площадку. Вот только местные вандалы хулиганят. «Ломаются вот там окурками продырявили. Уже продырявили это все. Отломили там и эти ручки даже, которые… Вот я не знаю, что с ними делать. Наши не делают этого. Это я сто процентов увидел». А еще здесь жизненно необходим водосток. И вот почему. «Мамочки ни на площадку никуда зайти не могут в таком духе. Потому что ни с колясками, ни с чем. Потому что здесь вот…» «Вода текла, да?» «Ну, она вода, она размыла их. То есть она как бы… Край асфальта. То есть постоянно размыт. «У нас будет нормальный водосток». «Да». Первое самое очевидное решение – поставить урну для мусора, а затем привлечь к уборке молодежь. А еще местные жители рассчитывают объединить зеленые зоны в единый парковый ансамбль, включая каскад прудов. Систему госзакупок регионального правительства надо пересмотреть. Я хочу узнать, где у нас неконкурентные закупки и сколько там участников. Об этом на правительстве заявил в Рио губернатор Рязанской области Павел Малков. Его встреча с федеральным министром строительства, архитектуры и ЖКХ России и Рэком Файзулиным, похоже, оставила неприятный осадок. И руководитель Рязанской области устроил мягкий разнос. У Рязанской области нет своей повестки развития. Вернее, она скорее инерциальная, когда все тела находятся в покое. И так быть не должно. Этот вывод после встречи с министром строительства Иреком Файзулиным Павла Малкова явно огорчил. Плыть по течению совсем не та стратегия, необходимая сегодня Рязанской области. Есть программа по детсадам, но мы подаем заявку. Получилось хорошо, не получилось тоже хорошо. Сами вопросы не инициируем. Проектно-сметной документации у нас нет ни на что. По дорогам мы прям с ним разбирались в программе, есть мы там где-то или нет. Ну и так далее. Вот такой подход, коллеги, не пойдет совершенно. Я обращаюсь сейчас не только к нашему министерству строительства и министерству транспорта, но вообще ко всем. Кому претензий меньше всего, так это к руководству Минсельхоза. О рязанских хлеборобах в Кремле знают, о них говорят. И здесь разговор идет уже о комплексной поддержке по развитию сельских территорий. Включая ремонт местных автодорог в Сасовском, Старожиловском, Михайловском, Сапожковском районах. Заявка на развитие социальной инфраструктуры принята, а вот на других заявках по госконтрактам Павел Малков решил остановиться подробнее. Дежурные вроде бы миллионные закупки он решил проверить лично. Я в первую очередь хочу понять, как у нас организованы эти процессы, понять, где у нас неконкурентные закупки, количество участников этих закупок, падений и прочее. Вопрос о выполнении поручения руководитель региона решил больше в повестку не вносить. Вернее, вносить его только в том случае, если дисциплина в правительстве начнет сбоить. Партнер программы «День города» выставка «Свежие рыбы и икры». Самые вкусные, а главное, свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа. Никакого огнестрела дважды судимым и лицензия только с 21 года. 29 июня вступили в силу изменения в федеральный закон об оружии и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Об основных изменениях расскажем далее. Для лиц младше 21 года покупка огнестрела теперь вне закона. Это одно из главных изменений в законе об оружии. Впрочем, в нем есть одна оговорка – служба в армии. Те, кто уже отслужил, входят в так называемое исключение. Касается оно и тех, кто служит, и тех, кто работает с применением оружия. Стрелковый спорт, кстати, тоже в исключениях. И есть еще одна удивительная особенность. Покупать оружие до 21 года можно представителям коренных и малочисленных народов страны. Граждане Российской Федерации, получившие лицензию на приобретение гражданского огнестрельного длинностольного оружия, до истечения первых двух лет владения таким оружием, не могут приобретать в целях самообороны или охоты огнестрельное длинностольное оружие, имеющее более двух стволов, или магазин, или барабан. Есть и интересные нововведения. Например, если человек оружие свое потерял, то он обязан сообщить об этом в течение суток. Тоже, если его украли. Кроме того, увеличивается количество ограничений при выдаче лицензии на приобретение гражданского оружия. Это такие, как имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление, имеющие снятую или погашенную судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также за умышленное преступление средней тяжести с использованием оружия. Ограничения коснутся и преступников, у которых статья за незаконный оборот оружия, притом неважно, снятая она или погашенная. Под прицелом закона и дважды осужденные за преступление. Или больше. Однако самое необычное изменение коснется охолощенного и списанного оружия. Теперь его тоже нужно регистрировать в подразделении лицензионно-разрешительной работы. И это только основные изменения закона об оружии. Остальное – тонкости, которых в документе предостаточно. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». До 2 июля в Рязани работает выставка продажи икры и рыбы Камчатской. С момента открытия и на протяжении всей недели работы рядом с прилавком образуется очередь. Рязанцы приобретают уже полюбившиеся дары Камчатского края. Аппетитный чавыч холодного и горячего копчения. А также палтус с его белым, как лист мяса. Такое разнообразие цветов и ароматов ждет рязанцев на выставке продажи икра и рыба Камчатская. Но это не весь ассортимент. Всего на прилавке представлено несколько десятков видов разнообразных рыб. Палтус, нерко, омуль и белорыбеца. Рыбку купила. Ну, горячего и холодного копчения. Приезжают периодически. Ну, попадаю сюда, хожу. Я только копченую ем рыбу. Я люблю ее. А почему любите? За что? Ну, не знаю. Мне нравится. Вкусно. Я ем. И каждый раз жду, когда они приедут, и я у них беру икру. Белорыбеца, омуль, муксун, палтус, чавыча, нерко, зубатка и многое другое. Настоящие раздолье для ценителей качества и вкуса. Включая красную икру высшего сорта. Все богатство Камчатского края – экологически чистая продукция, которая пользуется популярностью у рязанцев. Вот все училы, делали самый бутерброд. На хлеб намазываешь масло. Очень мелко порезываешь, застиваешь. Все это великолепно все получается. Успеть приобрести к столу рыбку горячего и холодного копчения можно у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом до 2 июля включительно. Выставка продажи икра и рыба Камчатская ждет вас. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Ну, а я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. До свидания. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 27 июня по 2 июля. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова